Доброе утро, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инстатв. Сегодня торговые настроения будут определяться содержанием заявлений представителей ФРС, которые будут сделаны по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытых рынках. Максимум внимания будет уделено тому, как главы Федеральных банков Соединенных Штатов оценивают текущую ситуацию, сложившуюся на финансовых рынках, и сохраняют ли они решимость повысить размер процентной ставки уже в середине этого года. В то время, пока коллеги из соседней Канады, Европы и Японии ведут совершенно противоположную политику, смягчая монетарный курс и наращивая стимулирующие программы, среди инвесторов посеяны сомнения, так ли уж необходимо ФРС отбиваться от коллектива в столь туманных условиях и плыть против течения. Именно сейчас стала актуальной и понятной фраза, ежемесячно повторяемая на заседаниях ФРС, о том, что восстановлению американской экономики могут угрожать риски из-за рубежа. Но чего же ждут инвесторы от сегодняшнего заявления? Как именно участники рынка могут предугадать дальнейшие действия американского регулятора? Так, если представители ФРС в качестве ключевого фактора в вопросе о готовности к повышению ставки изберут тему инфляции, то это будет намеком на неготовность к переменам. В условиях низких цен на нефть и сильного доллара достижение в течение ближайшего полугодия целевого уровня инфляции, установленного Федрезервом на уровне в 2%, выглядит невероятным, а значит, про ужесточение монетарной политики придется на время забыть. С другой стороны, ФРС, оценивая состояние экономики, часто ссылается на рынок труда. К счастью, в этом вопросе Соединенные Штаты занимают видное место. В прошлом отчетном периоде уровень безработицы опустился к 6,5-летнему минимуму, к отметке в 5,6%. В случае, если упоминание о состоянии рынка труда в содержании заявления перевесит темы низкой инфляции и сильного доллара, среди инвесторов вырастет уровень ожидания повышения ставки уже к июню текущего года.